Салют, братень! Ты на канале не каратэ. Бокс не каратэ. Тут думать надо. Неспроста здесь осел, неспроста здесь доска, неспроста здесь я. Веселая компания получилась, скажешь мне ты и будешь прав. Это экспериментальный выпуск, но надеюсь тебе понравится. Ведь тема сегодняшнего выпуска в преддверии поединка Теофима Лопес с Василием Ломаченко самое, что ни на есть животрепещущая. Наши кореша из компании Мелбет не дают Лопесу никаких шансов. Коэффициент на его победу в районе четырех, на Ломаченко единичка. Шансов не дают, но всем новым игрокам по промокоду не каратэ дают приветственный бонус до 10 400 рублей. Ссылку оставлю в первом закрепленном комментарии. Регистрируйся и забирай свой бонус. Мы сегодня разберем такой простой вопрос, как как победить Василия Ломаченко? За счет чего? Кто в принципе может это сделать? Я думаю тебе будет интересно. Ну а для того, чтобы все было наглядно, мы запишем все преимущества явные Василия над его оппонентами. Чем он филигранно владеет? Начнем, пожалуй, с самого главного. Это боксерский IQ. IQ. Что это значит? Я думаю объяснять не нужно. Парень ринг видит, он знает, что он делает. Угол всегда подскажет, скорректирует. Сказал своему сыну перед выходом на очередной раунд. Давайте посмотрим. Претензии о епид каске. И таким образом Василий всегда на коне. Второй момент. Это его дикая скорость. Имеется ввиду скорость выбрасывания ударов, скорость передвижения, мобильность, скорость. Плюс к этому добавим физика. Это возможность тела работать на больших оборотах, нереально больших. Не уставать при этом. Давать противнику просраться скорость. Плюс физика дает темп. Четвертый момент. Передвижение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ноги делают ломаченко стайл вот эти завороты вот эти атаки покусывания уходы это все работа ног если обращал внимание на удар и многие говорят удара как такового нет это покусывание это такой стиль если делать крепкий удар надо крепко стоять на ногах надо замедляться надо останавливаться ну и вытекающие последствия здесь стиль такой со всех сторон чисто в игровой манере непосредственно за счет темпа задавить оппонента и когда оппонент уже язык положил на плечо можно его совершенно спокойно уже вложиться крепко капитально что василий и делает поэтому поэтому касательно удара удар и есть но это не основная черта не отличительная черта ломаченко стайл так вот бро а теперь нам надо понять как же действовать чтобы превозмочь все это чтобы убрать основные преимущества и нивелировать их как это можно сделать для этого нам потребуется ну для начала нам потребуется крепкий парень с точки зрения перебегать ломаченко я думаю это маловероятно у таких боксеров нет перебегать переиграть в игровой манере навязать свою историю это практически нереально я думаю ты со мной согласишься ну а если перебегать переиграть нереально соответственно реально что сделать первая задача которую нужно решить это выстоять извини но это реальная задача выстоять это нужен крепкий мощный парень реально который будет антропометрии превосходить ну уж точно не уступать крепкий должен быть оппонент крепкий второй момент перебегать явно не получится пересалить не получится должен быть оппонент ударный удар обязательно должен быть бой надо заканчивать нокаутом по очкам нереально ударный но вспомни того же алинарос он не кисло попал можно же попасть ну получается что это возможно моментально поднявшись на ноги ломаченко подуть их и стал поосторожней третий момент спойлер смог бы забрать победу у ломаченко я очень сильно сомневаюсь в этом потому что ломаченко действует на ногах он будет на отходах на приходах будет просто накидывать максимально и пока ты его обнимешь он уже своих вот этих ударов накидает немерено коротких быстрых акцентированных не вариант только вырубать нокаутом то есть ты должен быть крепкий ты должен быть обязательно ударным и третий момент немаловажный твоя стилистика тебе должна помочь работать с ломаченко работать надо вторым номером работа вторым номером ты его не сможешь запереть ты пойдешь на него ногами будет уходить ты его не сможешь зажать нигде режь углы не режь он очень быстро и мобильный его главное оружие ноги ты их никак нейтрализуешь исключительно выманивая его на себя и он совершает ошибки линара с тому подтверждение то что было солида это все полный бред тогда у ломаченко не было имени и было принципе неплохо его обокрасть но легко там удары ниже пояса летели вот спойлерство тогда никто не знал кто это такой по сути в профи мире и всем было пофигу никто не следил заряженное судейство всяко возможно в общем не будем эту тему муссировать но сейчас такой вариант не пройдет у него так просто победу не отнять касательно запереть его мощью просто напирать на него не получится он уйдет смотри что получается чтобы победить ломаченко нужно быть крепким ну как минимум побольше чтобы поменьше ощущать силу его удара да он будет то ножом накидывать но поскольку у тебя здоровье больше ты сам больше ты не так сильно это будешь ощущать второй момент ты должен быть ударным как минимум у тебя должен быть удар желательно правый прямой прямой вот как ли на 1 поймал у тебя должен быть такой удар и третий момент ты должен работать вторым номером и тогда ты можешь за счет того что ты крепкий пропускаешь ждать своего момента и одним ударом встречать и вот боксерский айкью главное что надо победить может замудрить так что земля из-под ног уйдет намудрил бывает такое сам себя обыграл бывает такое слушай а вот эта история побольше ударный работает вторым номером думающий кстати выжидающий те никого не напоминает на лопеса никак это не похоже братью нынче никаких утверждений в следующей серии во втором выпуске обязательно эту тематику мы продолжим разговор и там уже конкретный будет прогноз лопес ломаченко но по факту если суммировать все за и против у лопеса весьма и весьма неплохие шансы несмотря на то что у лопеса нет опыта работы с подвижной мишенью в основном он попадал по тем кто стоял напротив по силовым закрепощенным крепким парням ломаченко не такой он в движении но то что лопес работает вторым номером то что лопес может выдержать натиски василия и то что лопес может выстрелить это уже немаловажно так что братью не обязательно подпишись на канал бахни лайк и следующем видео ты узнаешь прогноз не каратэ на поединок василия ломаченко теофима лопес может ли лопес или рановато до новых встреч пока